Здравствуйте! В эфире выпуск с вами Вера Ионкина о главных событиях этому часу. Предатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В эфире выпускнику сдавало всего 13% выпускников и всего 800 из них получило достойный балл. Нам необходимо поддерживать техническое образование, поддерживать российских инженеров, ученых, естественно, научников, которые всегда были гордостью России. Естественно, науки не менее важны, чем гуманитарные, и сегодня наметился явный крен, в том числе отмечаю это как президент факультета мировой политики Московского университета. Сегодня необходимо отменить платное техническое образование. Сегодня рабочие специальности на всех уровнях снова должны стать престижными. Мы должны сделать решительный шаг к возрождению российского станкостроения. Сегодня работать на заводах не престижно. Сегодня, по данным Центрального банка, мы встречались вчера с командой Центрального банка. Конечно, это удручающие цифры. Кадровая нехватка в наукоемких отраслях промышленности, в том числе в сфере IT-технологий, очень велика. 75% промышленных предприятий сегодня испытывают кадровый дефицит как на уровне инженерно-технических работников, так и на уровне рабочих профессий. Сегодня нам надо эту ситуацию переломить, об этом будем говорить на выездном заседании в Калуге. Нужно принимать меры на законодательном уровне, в том числе к тому, чтобы рабочие профессии, к тому, чтобы инженерно-технические профессии, в том, чтобы естественные науки и в том числе прикладные стали снова престижными. Для этого будем работать и это сегодня действительно важнейший вопрос, который также нас всех должен консолидировать. Могут продолжить использовать водительские права, полученные у себя на родине. Между тем, по статистике, за 2023 год количество ДТП с участием водителей с иностранными правами выросло более чем на 6,5%, а пострадавших в таких авариях стало больше на 8%. Фракция ЛДПР продолжает активную свою работу по ужесточению миграционного законодательства. Сегодня мы вносим очередной законопроект фракции, который призван сделать более ответственным поведение мигрантов за рулем автомобилей. Сейчас мы выяснили, по статистике, увеличилось на 6,5% количество правонарушений мигрантов за рулем, соответственно, и аварий. Поэтому мы считаем, что необходимо этот вопрос решать. Что мы предлагаем? Сейчас люди, которые, ну иностранцы, которые получили вид на жительство в нашей стране, либо получили гражданство, имеют отсрочку сроком на один год в получении водительских прав российского образца. И они ездят, соответственно, по иностранным водительским удостоверениям. Вот если в случае, если мигрант, соответственно, нарушил правила дорожного движения, неважно, что он сделал, проехал на красный свет светофора, проехал через, не пропустил пешехода на пешеходном переходе, неважно, какое правонарушение, мы предлагаем эту отсрочку, соответственно, нивелировать, убрать. И сразу, чтобы такое лицо приходило в ГИБДД и сдавало соответствующий экзамен на водительское удостоверение российского образца. Мы считаем, что в этом случае мигранты будут более ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, в случае, если они будут за рулем автомобиля. В декабре текущего года исполнится 35 лет ЛДПР, старейшей партии России. В честь этого события депутаты фракции, во главе с председателем Леонидом Слуцким, дали официальный старт всероссийскому приему в партию. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте вступить в ldpr.ru, которую вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Мы в преддверии 35-летия ЛДПР объявили прием в партию ldpr.vstupi.ru, тот сайт, куда поступают заявления от желающих вступить в партию. У нас жесткие заданные Жириновским кадровые критерии, но уверен, это будет знаковый прием в партию в преддверии нашего славного юбилея. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. По всем вопросам, как внутренней, так и внешней политики в ее парламентской плоскости. Президент Владимир Путин накануне подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Организационный комитет по подготовке памятных торжеств возглавил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В состав также вошел министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Вячеслав Викторович Володин в ближайшее время проведет первое заседание Оргкомитета, состав которого утвержден президентом России. Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия великого Владимира Вольфовича Жириновского, основателя ЛДПР. Не столь много времени остается до 25 апреля 1926 года, поэтому заседание будет проведено, их будет много, но одно из них, и возможно установочное, пройдет на полях той выставки, которая будет в декабре сопутствовать съезду ЛДПР, съезду, посвященному 35-летнему юбилею самой надежной для людей сегодня политической партии в России. Гуманитарная помощь жителям новых территорий и бойцам СВО продолжают оказывать региональное отделение ЛДПР по всей России. Товары первой необходимости, продукты питания, одежда и спецоборудование, сотни тонн груза отправляются в точки назначения, начиная с 2014 года. Очередной гуманитарный караван был отправлен накануне в Мариуполь из центрального аппарата партии в Москве. Редкие кадры сделаны сразу после атаки в пиве дрона машина-активистов партии ЛДПР, которые везли гуманитарную помощь для военных в Донбасс. Отбились, отбились. Зачетная штука. С такими миссиями в зону проведения специальной военной операции партийцы ездят с первых дней начала СВО на Украине. По разбитым военными действиями дорогам в полной темноте под неусыпным присмотром вражеских дронов-разведчиков. Красная лампа на дрон-анализаторе сообщает, что где-то рядом в воздухе опасность. Приходится останавливаться. Снайпер тут же засекает цель. Это украинский разведывательно-боевой беспилотник, который может скидывать тяжелые боеприпасы. Но пара выстрелов. И можно ехать дальше. Ближе к рассвету удается доехать до расположения российских бойцов в районе освобожденного Артемовска. Они здесь ждут мотоциклы, стационарные и автомобильные радиостанции, специальные антенны и источники питания, тепловизоры, детекторы дронов, дизельные пушки, генераторы, колючую проволоку, компрессоры, а также комплекты оборудования, спутниковой связи. Все то, что сейчас необходимо для российских солдат, чтобы защитить свою родину и сделать победу еще ближе. К нам подошла гуманитарная помощь. Задача доставить в целости и сохранности оборудование к нашим ребятам, которые находятся сейчас на позиции. Отдых нашим военным только снится. Если нет боевых задач, то командиры отправляют солдат учиться управлять дронами в реальных условиях. Пехота противника, Авдеевка, частный сектор, второй год стоит. Или оттачивать штурмовые навыки на импровизированном полигоне. В подразделении нет случайных людей. Все добровольцы такие же, как и разведчик с позывным «Савита». В зоне СВО он оказался в январе прошлого года. И это уже вторая боевая командировка. У меня всегда был интерес к технике. То есть это автомобили, потом это переросло в коптеры. И как бы поэтому разведчик ведения воздушной разведки, выявления противника, его уничтожения. Для разведчика прислана гуманитарка в прямом смысле спасения жизни. Ведь благодаря дронам бойцы видят все планы противника. И это сохраняет жизни солдат, идущих каждый день штурмовать позиции врага. Тем более, что рядом всегда поддержат боевые товарищи. Если ты принял решение идти в зону проведения специальной военной операции, то иди до конца. Ничего не бойся, здесь ему научат. Здесь все покажут. Здесь есть боевые товарищи, прошедшие уже не одну войну. И у нас подразделение не есть. Мы постоянно учимся у друг друга, совершенствуемся. Обстановка напряженная, но личный состав морально готов и выполняет задачу в прежнем темпе и стремится к победе. Техническая отставляющая очень сильно помогает. В отправке гуманитарного груза, который заказывали военные, приняли участие руководители штаба ЛДПР для прифронтовых населенных пунктов в Москве. Никита Березин, активисты партии, а также член Центральной избирательной комиссии России Александр Курдюмов. Технику предоставили байкеры из движения «Сокол» и другие партнеры, увлеченные мотоциклами. За что солдаты российской армии искренне благодарны. Ведь все это приближает нашу общую победу. Госдума приняла в первом чтении законопроект о увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней. Как следует из пояснительной записки, документ призван содействовать решению проблемы отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые ранее обеспечивали своевременность ремонта автомобиля. Рассмотрен проект закона, который вносит изменения в закон об ОСАГО. Это касается всех автомобилистов. Предлагается увеличить срок проведения ремонтных работ до 45 дней. На практике действительно сегодня есть сложности с получением деталей, с проведением ремонтных работ. И заключаются дополнительные соглашения между автолюбителями и страховыми компаниями и теми сервисами, которые обеспечивают ремонт. Но эта дорога, с одной стороны, да, мы понимаем, что это может быть где-то и неизбежно. Но скептически относимся. Эта дорога получается с односторонним движением. Что от этого автомобилистам? Давайте тогда одновременно увеличивать сумму страховых выплат. Сегодня 400 тысяч максимальный предел. Мы подготовим, увеличив эту сумму. Она давно не менялась. Настало время, когда пора ее увеличивать. Это раз. Далее. Есть же другой способ компенсации. Пусть выплачивают деньги автомобилистам. Они сами будут ремонтировать свои автомобили. У нас сегодня опять расширяется рынок продажи бэушных запчастей. В том числе, вино этому, утилизационный сбор повышенный. О чем тоже мы здесь неоднократно говорили, когда критиковали те ставки повышенного утилизационного сбора, которые были установлены. Поэтому мы законопроект этот поддержим. В целом, автомобильное сообщество и так с этим сталкиваясь, вынуждены идти на такие согласия. Но призываем страховые компании более часто использовать форму компенсации в виде выплат, чтобы сами автомобилисты ходили и ремонтировали. Выбирая себе сервис, выбирая себе те или иные детали и самостоятельно решая свои вопросы. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших ютуб и рутуб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok